Доброго времени суток всем присутствующим. В первую очередь хотел бы всех поприветствовать в нашей лаборатории трейдинга. Меня зовут Артем и сегодня я познакомлю вас с аналитической торговой системой Voodie CCI. Что мы сегодня узнаем? Сегодня мы узнаем историю появления системы, устройства, индикатора Voodie CCI, индикатор достаточно сложный, много составной, основные правила торговли по данной системе, паттерны, то бишь шаблоны по тренду, как осуществлять выходы сделки, а также рассмотрим, как осуществляется сопровождение позиций и какое применять управление капиталом. Ну и седьмым пунктом у нас пойдет заключение. с сегодняшнего вебинара. Торговая система Voodie CCI. Эту систему разработал трейдер Кен Вуди, достаточно уже известная личность в интернете, человек с многолетним опытом, работая на фьючерсных рынках. Как он к этой системе пришел? То есть все слышали такое понятие, как Грааль в трейдинге, то есть какая-то супер точная, супер прибыльная система. Ну и естественно Кен Вуди, как и многие другие его коллеги, тоже искал этот Грааль. Но в итоге он пришел к выводу, что его все-таки нет. Но есть какая-то система, которая будет достаточно простой и достаточно живучей. То есть она будет основана на каком-то простом принципе и благодаря своей простоте она будет достаточно эффективной. Созерцая достаточно долгое и продолжительное время индикатор CCI, он нашел зависимости, точнее можно сказать, шаблоны, основанные на данном индикаторе, которые включают в себя правило о том, что история повторяется. То есть каждый такой шаблон дает сигнал о входе в рынок. Система достаточно простая, достаточно хорошо работает. в принципе, даже несмотря на то, что она аналитическая, она имеет достаточно хорошо описанные правила входа и выхода из рынка. Опять же, торговать эта система позволяет не только на фьючерсных рынках, то есть там где это делал Кен Вуди. Она может, можно торговать при помощи нее и на Форексе, и на какие-то, не знаю, фондовых рынках, на акциях. Она работает везде. Причем интервал временной также подходит фактически в любой. Устройство. Устройство индикатора состоит из многих элементов. Будем рассматривать их пошагово. Первый элемент – это zero line, нулевая линия. На индикаторе эта линия будет являться осью симметрии, то есть осью баланса, можно тоже назвать, осью равновесия. Это достаточно важный элемент системы, очень важно понимать его физический смысл. Она участвует в определении шаблонов, текущего тренда и понимая ее назначение, вы гораздо быстрее освоите эту систему. Также для простоты определения шаблонов на практике индикатора будут присутствовать еще дополнительные уровни. Это уровни плюс, сто, минус сто, плюс двести, минус двести. Еще можно дорисовать уровни плюс, минус пятьдесят. Здесь они у меня обозначены просто штриховой. Потому что тоже эта зона можно выделить как достаточно важную. Сама по себе нулевая линия является линией равновесия. То есть, поскольку это соединена между отрицательной и положительной зоной, то индикатор CCI, находясь возле этой линии, он находится в каком-то своем равновесном состоянии. То есть, и тут он может уже либо пробивать, либо приходить на отрицательную в положительную сторону, и наоборот, либо наоборот совершать какие-то отскоки от этой линии, то есть, принимая ее как линию сопротивления. Опять же, тренд по индикатору определяется, исходя из количества баров, которые есть выше, либо ниже ZL, то бишь, нулевой линии. Бара должно быть шесть и более. То есть, меньшее количество нам ни о чем не скажет, ни о наличии тренда, ни о наличии какого-то движения на рынке. То есть, если линия CCI пересекает на любую линию, это не означает смену тренда. То есть, наоборот, тренд может быть достаточно сильным, динамичным. Это всего лишь говорит нам о том, что она возможна, но также возможно продолжение тренда текущего. И как совет, то есть, это будет, наверное, основным лейтмотив нашего вебинара, торговля ведется только при наличии тренда. То есть, по крайней мере, до тех пор, пока вы не освоились с трендовыми шаблонами, вы не начинаете торговлю против тренда. То есть, есть и против трендовые шаблоны, разворотные шаблоны для торговли, скажем так, на развороте тренда. Но их надо освоить только после освоения основных трендовых шаблонов. Индикатор LSM. То есть, что из себя представляет LSM? Он, индикатор, сам по себе находится на нулевой линии и имеет различную окраску. То есть, эта штриховая линия, она окрашивается красным и зеленым цветом. О чем это говорит? LSM – это мумент. Это обычный мумент, 25-периодный мумент. Ну, не совсем обычный. Это кривая линия на регрессии в виде скользящей средней. Если так более простым выражением, то это какая-то средняя мумент, пока это средняя справедливая цену в данный момент времени за последние 25 периодов. Так вот, окраска зеленого цвета говорит о том, что цена, то есть, цена лимбара, свечи, они находятся в данный момент выше этого мумента. Красный цвет говорит о том, что цена находится ниже этого мумента. То есть, это нам будет необходимо при определении тренда восходящего и восходящего. Соответственно, и сделки наши из условия торговли по тренду мы открываем только, скажем так, согласовывая с цветом этого индикатора. То есть, если мы продаем, то очень желательно, чтобы цвет был красный. Если мы покупаем, то очень желательно, чтобы он был зеленый. Далее. Есть еще дополнительные уровни. Это уровни Чопзон и Сайдвингер. Если их переводить, то Чопзона переводится у нас как зона отскока. Она находится между уровнями минус 100 плюс 100. То есть, вот это вот, это есть все зона отскока. То есть, та зона, в которой индикатор может совершать отскоки от нулевой линии. То есть, обязательно какой-то отскок непосредственно от самой линии. То есть, он может быть чуть выше, чуть ниже. То есть, пройти ниже линии, отскочить. Либо не дойти до нее, отскочить. Ну, в принципе, то же самое справедливо. И для рассмотрения нисходящего тренда. Они окрашиваются также в разные цвета. Если говорить о индикаторе Чопзон, то у него есть три цвета, я известно. Что они говорят? Коричневый цвет, да, такой насыщенно бурый коричневый цвет, он говорит о том, что на рынке сейчас идет нисходящее движение. То есть, нисходящий тренд. Голубой цвет говорит о том, что тренд в данный момент, то есть, движение восходящее на рынке. Желтый, а даже больше, можно сказать, оранжевый цвет индикатора Чопзон, говорит нам о том, что в данный момент, скажем так, неопределенность какая-то присутствует. То есть, как бы, флэт, не флэт, но движение имеет какой-то четвергой направленности. Также есть еще индикатор сайдвиндер. Сайдвиндер, ну, как бы, его можно привести как боковой удар, как бы, то, что переводов не переводится, то есть, какое-то, возможно, отстагу. Вначале есть, но нам важно знать только одно. Но этот индикатор, то есть, в данном конкретном случае, он важен тем, что показывает силу тренда. То есть, он не показывает направление, он показывает силу. Он также окрашивается несколькими цветами, только бы это даже интуитивно понятно. То есть, зеленый цвет – это хороший, устойчивый, динамичный тренд. Цвет – желтый. Движение нормальное. То есть, как бы, умеренно восходящее, либо умеренно нисходящее. И красный цвет, то есть, красный цвет на рынке нет направления. Флэт. Блокорячок какой-то идет. То есть, направленность отсутствует. И все это важно. То есть, цветовые вот эти вот решения, они помогают гораздо проще визуально определять эти шаблоны. То есть, если бы это были какие-то цифры, буквенные значения, это очень затрудняло бы мониторинг самого индикатора. Благодаря цветам он достаточно легко читается. Ну, естественно, после какого-то периода тренировки. И потом это все просто доходит до автоматизма. Что еще есть в данном индикаторе? Непосредственно сама линия CCI. То есть, что такое индикатор CCI? Он есть как индикатор по умолчанию в метатрейдере в четвертом. Это commodity channel index. То есть, индекс товарного канала. Он показывает, ну, если так по науке говорить, то есть, нормированный, в высчитанных процентах, осциллятор момента. Опять же, чтобы сильно не углубляться в его физику, самого индикатора, могу сказать, что он показывает отклонение текущей цены от какой-то рассчитанной среднестатистической цены на рынке. То есть, опять же, за определенное количество периодов. Он здесь 14-периодный. 14-периодный CCI применяется для масштабов временных до 60 минут. То есть, до одного часа. Если говорить, опять же, о программе метод РЭД-4, то это будет минутка, 5 минутка, 15 минутка, полчаса. Все, что выше, час, 4, дни, недели, там будет уже параметр равняться 20. То есть, запомнить достаточно просто, до часа 14, после часа 20. Все. Больше, в принципе, в индикаторе никаких настроек при смене временного интервала не меняется. То есть, все остается то же самое. Индикатор, он, опять же, цена у нас имеет, да, вы знаете, как бы есть ее осветы, которые показывают перепроданность, перекупленность цены. Здесь же он показывает ее отклонение от какой-то нормали. В данном случае нормалью этой будет у нас выступать наша нулевая линия. То есть, вот она здесь, да. То есть, тоже у нас этот индикатор LSM на ней находится. Отклоняет это в нормали и будет там формировать определенный шаблон. Есть также еще линия TCCI. То есть, почему TCCI? Turbo CCI. Turbo, потому что период этого CCI будет равен 6. То есть, он будет более быстрым. Ну, соответственно, как бы и название сюда Turbo CCI. Он также важен для определения шаблона, для определения движений на рынке. И он будет у нас опережающим. То есть, если посмотрите, допустим, вот на эту вершину. Сейчас я так измени немножко маркер. Вот. На этой вершине мы видим, что индикатор TCCI, он, скажем так, получил, стал, зафиксировал наклон вниз раньше, чем основной индикатор CCI. То есть, он, как бы, стал предвестником того, что сейчас основная линия CCI развернется и пойдет в направлении линии нулевой. То же самое мы видим вот здесь. Здесь у нас, как бы, нисходящее движение на обоих линиях совпало. И далее, и далее, и далее. То есть, это есть некий сигнал-предвестник того, что может вот линия изменить, направлении линии основной CCI, изменить направление своего движения. Основная роль, опять же, то есть, определение шаблона. Да, то есть, подсказочка какая-то такая, держащая подсказочка. И определение шаблона с, опять же, какими-то точками входа и точками выхода из рынка. То есть, это тоже важно запомнить. То есть, линия, она имеет свой смысл. То есть, каждый элемент имеет свой смысл. И, как бы, значение нельзя либо преувеличить, либо преувеличить. Здесь все важно. Здесь каждая деталь имеет свой смысл, который автор не даром на диету. Как мы определяем тренд? То есть, есть правила торговли только по тренду. Как же определяется тренд? То есть, тренд здесь определяется невизуально. Мы не смотрим на ценовые бары, мы не смотрим на свечи или что-то еще есть. Все определяется непосредственно самим индикатором CCI. Что для этого нужно? Чтобы мы могли знать, что на рынке есть действительно тренд. Какой-то установившийся. Должно быть формирование шести и более последовательных баров либо выше, либо ниже нулевой линии. То есть, если это количество баров отрисовалось, зафиксировалось, а каждый бар, каждый вот этот бар, он совпадает со свечкой графики. То есть, 6 баров ниже, либо 6 баров выше нулевой линии говорит о том, что у нас сформировался какой-то тренд. Почему какой-то? Потому что он может только сформироваться, сразу закончится. Либо наоборот, быть очень долго. То есть, это мы не знаем. Мы просто знаем, что сейчас есть тренд. То есть, это его единственное, скажем так, определение. На рынке появился тренд. Продолжительность, силу. Мы его не угадываем и мы этого знать не можем. Нам, собственно, это делать и не нужно. Сам индикатор устроен таким образом, что первый бар, который, допустим, вот здесь мы видим. Синим цветом это у нас отображается восходящий тренд, красным цветом нисходящий. То есть, у нас был в рынке восходящий тренд. Что после этого произошло? CCI, Turbo CCI пробили нулевую линию, ушли ниже ее. После этого отрисовываются серые бары. То есть, хочу обратить ваше внимание на то, что синие бары отображаются только в положительной части индикатора, красные только в отрицательной. То есть, серые уже могут появляться в обоих частях. Так вот, появляются серые бары, потому что еще не ясно. То есть, тренд еще не установился. Когда мы набираем 5 бар, в пятый у нас уже отображается бар не серым, а желтым цветом. Это сигнальный бар. То есть, он говорит о том, что следующий бар, то есть, если он закроется, опять же, ниже, в данном случае, ниже нулевой линии, он будет баром, который будет означать начало тренда. То есть, вот уже шестой бар, он уже красного света, и он нам говорит о том, что на рынке в данный момент, а на данном временном интервале, на котором мы с вами торгуем, есть нисходящий, установился нисходящий тренд. Мы торгуем только по тренду, соответственно, от каких-то там сделок, да, то есть, мы не делаем до того, пока эта ситуация у нас не появится. То есть, здесь мы видим, как у нас сформировался нисходящий тренд. Здесь мы видим, что опять CCI и том, что CCI пересекли нулевую, только уже снизу вверх. И опять же, раз, два, три, четыре, пять, желтый сигнальный бар. И шестой бар у нас получается уже говорит о том, что тренд уже восходящий. Торгуем только в направлении тренда. Ну, как бы для начала только так. Основные правила. Основные правила, они достаточно просты. И просто стоит их запомнить и их придерживаться. Торговля ведется только по тренду. Возможно, еще не один раз придется мне это повторить, но это очень важно, потому что это будет салогом успешной торговли по данной системе. Тренд показывает у нас только индикатор CCI. Ценовые бары, свечи на других графиках в определении тренда не участвуют. То есть, нам не нужно смотреть, открыть какой-то другой график и пытаться понять, есть тренд или нет. У нас вся информация находится в индикаторе. То есть, он нам все сам говорит. Не стоит использовать другие индикаторы. Есть у многих желание поставить один индикатор, ну, в МАГДИ. В МАГДИ мы добавим стахастик, туда мы добавим RSI, а потом мы еще посмотрим, там, аллактильность по АТР, а потом мы еще, там, допустим, параболик набросим, да еще пару только мувингов. Это никогда ничему хорошему не приводило. То есть, здесь другие индикаторы не нужны. То есть, если вы заметили, то в самом индикаторе будет в СССР и так достаточно индикатора, который нам предстоит мониторить. Не используем другие таймфреймы. То есть, искать какую-то подсказку на других временных интервалах смысла нет. То есть, либо вы хотите увидеть глобальное какое-то движение, либо наоборот найти более точный, более ювелирный вход. Все это будет вас отвлекать, все это будет вам мешать. Выберите один комфортный для вас таймфрейм и торгуйте только на нем. То есть, не надо уходить ниже, уходить выше, смотреть, а что там, а что там. То есть, ну, вы будете в любом случае это делать, это я знаю. Но все-таки торговать старайтесь только на одном. То есть, поддержите всего, старайтесь быть дисциплинированным. Это залог все-таки. Это одна большая часть успеха при торговле на Форекс. Текущий тренд мы определяем, опять же, на том графике, на котором у нас индикатор установлен. То есть, немножко возвращаясь назад. То есть, вот мы поставили, допустим, ну, грубо говоря, евро-доллар 15 минут, индикатор у нас стоит. Все, то есть, неважно, какие там окна еще могут быть открыты с какими индикаторами, мы тренд, его наличие, его появление на рынке определяем только на графике с индикатором в UDSI-CI 15 минут. То есть, там, где мы, собственно, будем сделочку нашу открывать и закрывать. Создатель системы не зря рекомендует торговать только по тренду. Ну, как? Не зря. Ну, потому что человек уже совершал, наверное, не один раз ошибки, он тоже, систему, к ней не сразу пришел. Я думаю, у него были достаточно очень долгие периоды какой-то оптимизации, поиска, обращения. Были, наверное, периоды усложнения системы. Вот. Но, опять же, система показывает себя более интересно, более продуктивно на торговле по трендовым сигналам. Контртрендовые шамбулоны, как я уже говорил, они есть, но они уже, как бы, это более сложные, это более агрессивные и рискованные входы в рынок. Соответственно, то есть, не имея опыта торговли по тренду, к торговле против тренда мы не приступаем. То есть, вот. Это надо запомнить. То есть, для начала придерживаемся только этого нашего железного правила. Какие есть паттерны для торговли по тренду? То есть, посмотрим основные. Это Zero Line Reject, Tram Line Break, Tony Trade и GB100. Теперь о каждом более подробно. Zero Line Reject, то есть, в переводе на русский, это отскок от нулевой линии. То есть, то, о чем я говорил. То есть, CCI может отскакивать от этой линии. Соответственно, этот отскок и будет нашим сигналом. Сигналом к входу в рынок. То есть, это будет сигналом продолжения кучего тренда. Какие условия необходимы для того, чтобы этот шамон считался сформированным и справедливым? CCI, то есть, основной CCI, 14-периодный до часа и 20-периодный, свыше часа, он должен быть в соответствии с установленным подходящим либо нисходящим трендом, исходом выше плюс 100. То есть, если у нас должен быть установлен тренд на рынке, то есть, мы знаем уже, как определять. CCI должен, чтобы в ходе этого тренда, он вышел за зону плюс 100, минус 100 и затем возвращался к нулевой линии. То есть, вышел за зону плюс 100, там сформировал какой-то максимум, либо минимум, и возвращался к нулевой линии. То есть, подходил к ней. CCI, то бишь, side-winner, это тот, который показывает нам силу тренда, он должен быть желтым либо зеленым. То есть, на рынке в этот момент должно быть либо сильное движение, либо умеренное движение. Флэта быть не должно. То есть, если SA будет красным, шаблон считается, ну, этот шаблон считаться не будет. Переворот самого индикатора CCI, да, то есть, почему переворот, потому что отскоком, собственно, является переворотом. Он должен случиться с голубой либо коричневой CZI. CZI, это наш индикатор ЧОПЗОН, плюс-минус 100 уровней. По крайней мере, для трех баров. То есть, в этот момент, когда мы зафиксируем этот отскок, все три бара предыдущих на индикаторе ЧОПЗОН должны быть в соответствии с нашим трендом. То есть, для восходящего они должны быть три голубых, для нисходящего это должны быть три коричневых. Это коричневые буры. Линия CCI основного должна перевернуться обратно, то есть, отобразить крючок, отскок в направлении установленного тренда. И опять же, CCI в этот момент может пробить линию сопротивления тренда, но мы об этом поговорим чуть позже. То есть, наглядно это покажу. И последний нюанс. Текущий бар должен превышать предыдущий бар CCI на 15-20 пунктов. То есть, там бары на индикаторе CCI тоже имеют свои значения. И разница бара, скажем так, триггер-бар, то есть, тот последний бар, который вам показывает наличие шаблона, и бар его предыдущий, между ними, разница должна быть где-то 15-20 пунктов. Ну, возможно, и больше, но не меньше. То есть, как это выглядит? Здесь мы видим сейчас установившийся восходящий тренд. То есть, то, что у нас есть, мы видим вот в этой части. То есть, у нас были серые бары, затем у нас был сигналный желтый бар, потом пошли у нас синий бар. Синий бар, и это все нам говорит о том, что есть тренд на рынке. И опять же, нам об этом говорит зеленый цвет LSMA. То есть, цена находится в данный момент выше мумбинга. То есть, во все вот эти вот данные моменты. Зеленый цвет индикатора SideRinder LongWare, движение достаточно сильное. И голубой цвет индикатора ChubZone говорит о том, что движение восходящее. Что мы ждем? Мы ждем возврата линии CCI, это черная линия. к нулевой. То есть, вот мы вышли где-то здесь 150, и потихонечку начинаем возвращаться к нулевой линии. Зона сколько? Плюс 100, минус 100. То есть, вот этот вот момент, он может произойти как здесь, как здесь, и вот как здесь. То есть, в любом из этих, в принципе, моментов. Поэтому зона берется все. Но для более точного, скажем так, более консервативного, что ли, подхода к торговле, рекомендуется взять зоны плюс-минус 50. Почему я говорил вначале о уровне плюс-минус 50. То есть, вот в этом уровне наблюдайте. То есть, вообще, как бы по факту, да, чем ближе отскок происходит вот этот вот крючочек, то есть, сам отбой, чем ближе он к нулевой линии, тем сигнал сильнее. То есть, вот он, как бы, энергетическая система. То есть, здесь силы сигнала мы уже обращаем сами. То есть, может быть, сигнал может быть большую силу, меньшую силу. Можно подумать, входить, не входить. Жесткой механики здесь нет. Но все равно, то есть, как бы, чей вот хороший, тоже отскок у нас был. То есть, практически от нулевой. Вот у нас практически от нулевой, но здесь у нас нет, не соблюдаются условия 15-20 пунктов. То есть, здесь у нас получается где-то в районе 8-9 пунктов. Это мало. Это достаточно мало. Так вот, первый наш вход. Вот, здесь мы видим возврат, отскок. Что после отскока мы, как бы, проверяем. То есть, и после, и во время мониторинга. У нас чоп-зон индикатор цвет неизменил. Ни разу нигде. То есть, он все время продолжал соответствовать тренду установившемуся на данный момент на рынке. Что у нас было с эдвиттером? То есть, он был зеленый. То есть, это сильное движение. Затем мы видим, что он стал желтым. Желтым, как бы, нормальное движение. То есть, как бы, здесь кто-то бы сказал, что, да нет, мы можем идти вниз. Но, опять же, что ценовые бары, это то, что мы не смотрим. Здесь это все приведено для наглядности. Для того, чтобы мы могли видеть, как это, собственно, будет выглядеть совместно с изображением свечей. Свечей, либо баров, то есть, то, что используют. Так вот, то есть, мы удовлетворяем всем нашим условиям. Красный цвет LSM-а в данном случае, то есть, он критичным для нас не будет. То есть, мы видим, что движение было. То есть, здесь он почему может быть таким светом. Ответ простой. Каждый вход, то есть, по сути, по факту, сигнал zero line range, то есть, отскок на нулевой, это есть какая-то коррекция. То есть, это как бы продолжение имеющегося движения после какого-то приостановления, то есть, замедления, либо небольшой коррекции. Поэтому, как бы, на этой коррекции мы можем без проблем выйти ниже значения LSM-а, да. То есть, если мы рассмотрим сейчас восходящий тренд, а где-то вот в этих районах мы вышли ниже этого мувинга LSM-а. То есть, а затем продолжили движение в том направлении, в котором оно и было. Поэтому, в данном случае, это не критично. Мы вход совершаем наш только после закрытия данной свечи. То есть, только тогда, когда период закрыт. Это есть еще одно железное правило этой системы. Нет шаблона, не торгуем. Есть шаблон, открываем сделку. Почему так? И что значит, есть шаблон, не шаблон? Шаблон не считается сформированным, пока не закрылся бар, скажем так, завершающий его формирование. То есть, если, ну, допустим, это у нас, ну, у нас может быть это и минутки, и пяти минутки, и дни, и недели, и месяц, что вот. Картинка, по-моему, будет одна и та же. Мы берем бар. Мы видим, то есть, он еще не закрылся, да. То есть, он может там расти, падать как-то, то есть, совершать какие-то движения. Допустим, это полчасовой, потому что, да, прошло только 15 минут. То есть, еще 15 минут до закрытия свечи. И мы видим, что, как бы, вот он здесь и находится, то есть, посмотрели, все условия проверили. Они нас, если они удовлетворяют тому набору условий, которые соответствуют формированию шаблона Zero Line Raging. И думаем, а почему нам не войти? А не войти нам потому, что за последующие 15 минут сам бар может либо уйти гораздо выше, либо уйти ниже. То есть, этого крюка уже не будет, будет просто пробой на другой, если там, возможно, мы вернемся и уйдем. Поэтому шаблон считается сформированным только тогда, когда этот бар закрылся, то есть, завершающее формирование. Все, то есть, когда он закрылся, он уже никуда не денется. Все, у нас есть сигнал, у нас есть шаблон. Пока он не закрылся, шаблона можно считать, что его нет. Потому что ситуация до закрытия самой свечи может меняться на несколько раз в обую сторону. И в каком моменте произойдет закрытие, мы уже угадать. Ну, как бы, зачем угадывать? Надо подождать до закрытия свечи, посмотреть, то есть, как это все дело закроется. Сформировался сигнал, входит в рынок. Нет сигнала, ждем, когда он будет. Ход осуществляется, то есть, вот, по, получается, закрытию вот этой восходящей свечи. Вот здесь. И отсюда у нас идет продолжение восходящего движения. Есть следующий вход. То есть, следующий вход, как он произошел? Все это время идет тренд, да? То есть, даже появление вот этих серых баров, пересечения CCI нулевой линии, да? Вот в отрицательную зону, появление серых баров, у нас не говорит о том, что тренд поменялся. Почему? Потому что желтый бар не меняет тренд. Он сигналит, он говорит о том, что он вот-вот и поменяется. Но следующий бар, он практически вот на нулевой линии отрисовался. Поэтому это не есть нисходящий тренд. Это все есть какой-то глубокий откат, да? То есть, как бы, соседняя какая-то коррекция, прошла небольшая коррекция. Следующим, что моментом является цена, точнее, цена, а индикатор CCI идет вверх. Но здесь мы не входим. Почему мы здесь не входим? Да, казалось бы, у нас какой-то отсквозь произошел, шли низко, вернулись в положительную зону. Красный сайдвендер. Красный сайдвендер говорит о том, что сейчас на встроенке флэп. То есть, нет движения, нет движения. То есть, нет движения, мы не входим. Опять же, несмотря на то, что нам кажется, что изображено здесь, допустим, что нам цена показывает на свечах, на барах. Нет, нет движения. Нет движения, мы не входим. Мы ждем, когда будет цвет либо желтый, либо зеленый. То есть, разворачивается CCI. И вот здесь, как раз, он делает очень хороший отскок, практически, от нулевой линии, входит вверх. То есть, как бы, все условия соблюдены. Установился тренд, ход был выше, плюс 100. Мы сходили вниз, сходили до уровня минус 100. Но тренд не изменился, тренд остался восходящим. У нас произошел отскок. Отскок произошел очень близко, как на любой линии. Это хороший сигнал. И цвет SideWinder, да, то есть, индикатор, который показывает силу движения, то есть, направление не показывает, только силу показывает. Он сменится с красного на желтый. То есть, пошел какое-то возрастание темпа. Возрастание темпа роста. И здесь мы также открываем позицию. То есть, покупаем. Это второй уход. Точно так же, посмотрите на все остальные. То есть, вот они отмечены. Здесь барьба. То есть, мы опять сходили вверх. Там до уровня где-то плюс 180. Вернулись назад. Вот у нас есть маленький отскок, но он слишком маленький. Здесь около 6 пунктов разница между барами будет. Но эта разница в нашем условии не удовлетворяет. То есть, она должна быть 15-20. Поэтому ждем, когда она все-таки такой будет. И следующий бар закрывается уже с разницей 50. То есть, он не вышел далеко за зону плюс 100. Кстати, вот еще один такой момент могу добавить. Да, то есть, если у вас есть отскок. То есть, вы торгуете ЗЛР. У вас есть отскок, но во время отскока вышла сяль далеко за ними 130-140. Где-то в эти уровни 150. Лучше не берите. Лучше не берите этот шаблон. Подождите. Лучше более, скажем так, удовлетворяющего правила разницы 15-20 пунктов. Потому что это может быть какой-то отстрелок, после которого будет развод движения. То есть, какое-то, действительно, достаточно часто бывает. Здесь мы никуда далеко не ушли. Мы практически закрылись на уровне 100. А здесь, опять же, сразу же поменялся цвет LSM. То есть, мы были в течение трех баров ниже мувинга. А на нашем триггер баре мы уже лучше. Опять же, здесь у нас Turbo CCI сходил вниз и показывает, то есть, направления совпадают. Основного CCI и Turbo CCI. Цвет индикатора Чопзон, индикатора, который показывает направленное движение. Он показывает, что сейчас восходящее движение на рынке. Он цвет не поменял ни в одном своем штрихе. И SideWinder показывает нам зелененький штрих. Говорит о том, что хорошее, сильное движение на рынке в данный момент. То есть, даже тут красный нигде у нас до этого не было. То есть, был у нас какой-то вход только в этом моменте, в этом месте. То есть, здесь у нас, опять же, осуществляется вход. Следующий, то же самое. То есть, только здесь CCI, основной CCI сделал такой, как бы, маленький отскок. Опять возврат к нулевой. Здесь уже вот отскок следующий. Уже удовлетворяет условия 15-20 пунктов. Опять же, здесь у нас подсказывает нам и Turbo CCI, что вверх идем. То есть, как бы, накладывается друг на друга. Желтый цвет SideWinder. Потому что движение умеренное. То есть, удовлетворяет условия. Опять же, в чем зон цвет свой так и не менял. То есть, все-таки мы движемся в верном направлении. Цена движется вверх в установленном тренде. И осуществляется вход. То есть, вход мы осуществляем по закрытию этого барда. То есть, дождались закрытия, формирование. Закрылся. И сразу нажимаем Buy. То есть, покупаем. Следующий. Сейчас, неси кнопочку. Здесь вот мы посмотрим, как раз, для нисходящего тренда. То есть, что здесь? В принципе, все то же самое. Только с точностью до наоборот. То есть, надо еще, обращу внимание, что, возможно, будет кому-то более удобно рассматривать сигналы по восходящему тренду. Поскольку, как бы, удобно наблюдать, он более, я не знаю, что-то психологически, наверное, удобнее расположен сверху. Но старайтесь все-таки привыкать, что вам надо будет уметь картину наблюдать двух вариантов. То есть, варианты. Как бы, мы смотрим вот так. И, как бы, в зеркальном отражении. Потому что, если этому не принято, возможно, какие-то хорошие сигналы просто пропустить, как бы, не заметить. Что мы видим здесь? Здесь кусочка истории не хватает. Но мы видим, если красный баррель есть, значит, тренд был установлен. То есть, как бы, без его установки эти красные баррель просто не отрисовались. Здесь мы видим, что сходили со зоны плюс 100, вернулись, пробили нулевую линию. И, не достигнув зоны уровня, точнее, плюс 100, разворачиваемся обратно. То есть, делаем крюк-переворот. То есть, переворачиваемся. Переворачиваемся и, пробивая обратно уровень нулевой, да, то есть, нулевой линии, здесь мы совершаем вход. То есть, продажа. Опять же, смотрим. Здесь, как бы, да, зеленым даже у нас пока не похло. То есть, мы видим, что движение то нормальное, то его нет. Но нас больше интересует, вот как бы, как бы, может кого-то это смутить. Но все-таки больше интересует вот этот штрих. То есть, тот штрих, именно на котором мы будем эту сделку открывать. То есть, он желтый. Условия удовлетворяет? Удовлетворяет. Великолепно. Чоп-зон. То есть, один раз поменялся на голубой цвет. А далее, предыдущие три, да, то есть, вот минимум три, как бы, хорошо, чтобы все, ну, в принципе, до этого были они все бурные цвета. Нисходящее движение на один поменялось, это у нас, как бы, пока нисходящее. И опять, три есть у нас светосоответствующего, установленного сейчас, в данный момент, на рынке тренда. То есть, тренда нисходящего. Это тоже, как бы, условия соблюдено. Поэтому, здесь мы продаем. Продаем. То есть, не успели продать здесь, либо, наоборот, успели продать здесь. Хотим добавиться в нашу прибыльную позицию. Как это у нас учат, да, то есть, добавляться только в прибыльную позицию. Ждем еще один сигнал. То есть, как бы, видите, у вас в течение тренда, если нормальный тренд, то есть, в таких сигналах великое множество может быть. То есть, практически с каждого, там, какого-то замедления, либо с отката, будет этот сигнал у вас формироваться. То есть, это, как бы, больше для понимания того, что это за сигнал. Это сигнал, как бы, вот, было движение, то есть, импульс какой-то пошел, импульс замедлился. И вот с этого замедления, либо с небольшой коррекцией, у нас будет появляться сигнал Zero-Buy-Rage. Но, опять же, на ценовые бары мы не смотрим. Мы смотрим на индикатор. Он нам прекрасно, великолепно все показывает. Здесь, посмотрим, очень, такой, достаточно классический ZLF. То есть, тренд опять пошел в рост. То есть, как бы, усилился здесь. Мы видим, что сразу цвет индикатора SideWinder стал равномерно зеленым. То есть, хорошее движение вниз пошло. Сходили, подошли к нулевой линии. И, посмотрите, то, что говорил я о индикаторе Turbo CCI. Turbo CCI у нас разворачивается в сторону продолжения тренда. Начал раньше, чем индикатор CCI основной. То есть, вот это его одна из функций. То есть, он как бы дает понимание того, что сейчас у нас и основной CCI тоже может развернуться и отложить шаблон. То есть, но это не дает нам права входить в рынок раньше, чем шаблон зафиксировался закрытием текущего бара. То есть, закрытием временного интервала, на котором мы торгуем. В данном случае непонятно, какой интервал. Но если ты предположишь, что это будут часовые свечи. То есть, закрытие часа. Час закрылся, бар отрисовался, зафиксировался. Все условия у нас есть. То есть, в чем зону у нас? Бурый, красный, коричневый. Как он цветет. Ну, будем говорить, допустим, красно-коричневый. Нисходящее движение. Сайдвиндер. Зеленый. Отлично. То есть, это нисходящее движение, имеющее хорошую силу. Здесь мы движемся ниже уровня ЛСМА. Здесь, как я говорил, мы можем на какое-то время уйти выше ее. 15-20 пунктов. Здесь у нас даже чуть больше. Здесь у нас около 55 пунктов. Разница будет между баром и CCI. В принципе, далеко мы не ушли. Находимся в зоне отскока. В зоне Чоп-зон. И это тоже у нас сигнал к обходу рынка. Здесь мы продаем. Продаем. Идем дальше. И дальше, видите, ситуация повторяется. Как вот здесь маленький отскок. То есть, как бы условия все соблюдены. Шикарно зеленый сайдвиндер. Не меняющийся Чоп-зон. Но здесь мы имеем маленькую силу отскока. То есть, не силу отскока, а разницу между барами у нас недостаточно. Хотя, подождите. Я вас собираю. Достаточно. Да. Если у нас получается 50, 25, 25. Да, да. Здесь как раз у нас 12. Почему же я нарисовал. Здесь как раз получается вовремя 15-12 пунктов. Вот. Разница между барами. Соответственно, здесь мы тоже осуществляем вход. То есть, продажу. Как раз по закрытию вот этой вот черненькой сечечки. И далее у нас движение нисходящее с новой силой продолжается. То есть, здесь оно совершило какой-то скачок, движется. Но, опять же, мы ничего не видим. Просто потому, что мы на это не смотрим. Мы смотрим на индикатор. Индикатор что говорит? Ну, нормально все. То есть, движемся, движемся. Ждем просто следующего отскока. То есть, если не вошли сейчас в сделку. Либо, если хотим добавиться уже имеющуюся прибылную сделку. Либо мы вообще не входили. Видим, что есть тренд. Были какие-то входы, которые мы не увидели. Ждем входа, который будет для нас интересен и прибыл. И этот вход у нас отрисовывается аж вот здесь. Почему аж здесь? Потому, что вот этот отскок. Мы видим, что он происходит, в принципе, достаточно интересно. Но здесь соединены красного цвета. То есть, кто-то скажет, ну как же, что-то он красного. Потом пошли. Да, потом пошли. И туда, куда надо. Но это было потом. То есть, мы этой части, мы этой части еще не видим. Правильно? То есть, мы видим по факту, что есть какой-то боковичок. То есть, здесь свет у нас отображается красным цветом. Мы просто ждем, когда цвет поменяется. Нам нужно движение. То есть, мы торгуем по тренду. Тренда без движения нет. Поэтому мы ждем, когда все-таки будет сформировано шаблон. Все условия, что должно быть соблюдены. Поэтому мы здесь просто не входим. И ждем вот этих моментов. Вот у нас вход от зоны, там, плюс 50, уровень, где-то 55. Мы тут отскочили. То есть, все такое же красно-коричневый чип-зон. Зеленый сайд-вингер. То есть, движение на рынке присутствует. Движение сильное. Ну, тут Азасома ниже была. То есть, здесь эти моменты будут периодически не меняться. Направление основного сайд-сайд-сайд совпадает. То есть, здесь у нас вход. То есть, по закрытию вот этой вот свечки черной. Мы осуществляем парад даты. Ну, я думаю, в принципе, здесь все понятно. То есть, как бы, что с восходящим, что с нисходящими трендами. Дождались формирования тренда. Увидели возврат с ся и основного к нулевую. То есть, подход к нулевую. То есть, это вот такие моменты. То есть, мы сходили к какому-то экстренному. Начинаем возвращаться и ждем. В этой зоне ждем формирования. То есть, если мы хотим торговать более аккуратно, более точно, более консервативно. С меньшим даже количеством входов, но как бы более весомым. мы ждем это формирование в зоне плюс-минус 50. Если у нас как бы берем условия торговли в первоначальном классическом варианте, то у нас устроена зона плюс-минус 100. Трейд, Лайн, Рейд. То есть пробитие линии тренда. То есть мы знаем, что есть такие трендовые линии, линии поддержки, линии сохранения канала. На индикаторе сайта все тоже есть и оно точно так же и работает. То есть линия тренда, условия формирования шаблона, она должна браться сначала из зоны, скажем так, либо вне зоны плюс-минус 100 или лучше зоны плюс-минус 200. То есть если сильный ход был, тем нам это более интересно. Необходимо два пика, то есть два пика это у нас минимально. Да минимум, то есть снова на одном пике это точно ничего не построить никакой. Прямую не сможем, у нас слишком много будет иметь возможность направлений. Два и более пика. Я вам так скажу, что вот три. Надо ориентироваться на три минимум. Чем больше таких пиков будет, то есть может быть и пять, не поверите. То есть просто у нас может быть линия и она четко ложится на пять вот таких вот вершинок острых. Острых, пологих, если пологи они прям могут плашмя прилегать к линии тренда. Их может там пять, шесть быть. То есть такая линия, то есть чем больше этих точек соприкосновения, именно тот же, то есть не пробоев этой линии или недобоев этой линии, именно когда она четко прорисована. То есть не притянута за уши, а непосредственно ложится на все вот эти вот дикие вершинки либо панинки. И мы сами уже как бы присваиваем ей значение какое-то. Линия тренда прочерчивается по направлению к нулевой линии. То есть она идет от каких-то экстремного, установленного там адресованного СССР и идет в направлении нулевой. Что же будет сигналом? Сигналом будет у нас являться пробой линии тренда в направлении текущего направления рынка. То есть как бы мы идем ниже этой линии, то есть она является какой-то линией сопротивления. То есть не какой-то, а именно такой она является. Линия сопротивления, потому что, правильно, эти пики, точнее СССР подходил, отскакил, отскакил. То есть что нам удало возможность эту линию впоследствии увидеть и нарисовать. А когда СССР пробил, то говорит, что он преодолел имеющиеся в течение минимум двух-трех, ну максимум не ограничен здесь. То есть то, что я видел, там максимум под семи таких четких ороскопов. То есть все семь ложились напрямую очень хорошо и красиво. Пробивает это сопротивление и идет в направлении установившееся перед этим трендом. То есть он только по тренду. Значит на рынке сейчас появился какой-то интерес, появилось движение покупателей, продавцы, неважно. То есть пробило, значит идем. Идем туда, куда мы до этого и шли, в том же направлении. То есть в данном случае у нас получается секундочку. Вот следующая картинка. То есть что мы здесь видим? А здесь мы видим, ну опять же если не смотреть на свечи, мы видим, установился у нас восходящий тренд. Есть какое-то движение обратно к нулевой линии. И здесь вот я постарался выбрать самую явную линию. То есть вот здесь даже видите, как я и говорил, плашпя соприкасается с линией трендового. То есть мы проводим уже где-то вот после формирования вот этого пара. То есть какой-то опять этот кик у нас отрисовался. То есть мы имеем возможность уже нарисовать эту трендовую линию. То есть она у нас нарисована. То есть здесь еще непонятно, где база производства. Но эту линию мы уже можем точно сказать, что да, эта линия имеет свою силу, имеет место быть нарисована на антике. То есть ее есть смысл уже мониторить. Здесь мы отбились, отбились, отбились. То есть для нисходящего тренда это сопротивление. И вот здесь на этом баре мы это сопротивление преодолеваем. Опять же мы не выскочили далеко за линию минус 100. Мы находимся вот в этой зоне отбоев. Это тоже достаточно важно. И здесь мы совершаем продажу. Продажу и, соответственно, как видите, достаточно успешно. Тренд продолжается. То есть мы опять же можем искать шаблоны разных. То есть можно себе в принципе взять за правило торговать только один шаблон. То есть только по большой линии тренда, либо только отскок от нулевой. А мы можем взять набор шаблонов. Но самое главное, чтобы в каждый раз при определении этого шаблона мы вспомнили все правила его формирования и не пытались его предугадать. То есть открыть сделку до того, как закроется целовой бар. И точно скажет, что шаблон есть, либо наоборот скажет, что шаблона нет. Он было что-то похожее на шаблон, но не получилось. Надо подождать следующего. Здесь вот видите то, что немножко здесь не достает пик. Но мы как бы его не стараемся сюда уложить. Берем вот по двум. По двум вот этим вот частям графика. Мы проводим линию и ждем его пробой. Здесь, в принципе, достаточно интересно пробой произошел. Очень близко к нулевому. То есть зона плюс-минус 50, которую я уже говорил. И побили линию, нулевую линию в обратном направлении. И заодно пробили трендовую линию. Соответственно, это дает нам понимание того, что движение с какой-то достаточно большой, в данном случае вероятностью, продолжится. То есть насходящее движение будет продолжаться. Поменяем инструмент. Вот, собственно, для покупки. То есть был тренд восходящий у нас. Мы резко как-то развернули. Установили восходящий тренд. И вот где-то в этом моменте, когда отрисовался вот этот бар. Он закрыт. То есть, ага, мы имеем уже раз, два, три лишинки. Положили линию сверху. И видим, что да, вот она будет лежать и у нас вот так. То есть тут какой-то экстремум. Здесь, скажем так, максимум на линию пришлось более боковой. Мы ждем формирования шаблона. Шаблоны The Layer, то есть отскок от нулевой и шаблон пробой линии тренда, они практически всегда совпустуются вместе. То есть редко, когда, скажем так, не то, что очень редко, а достаточно редко, когда шаблон оскок от нулевой, паттерн оскок от нулевой линии, возникает без шаблона пробой линии тренда. То есть здесь мы можем еще это как-то в момент фильтровать, либо наоборот добавлять силы симпану. То есть если у нас есть ЛР, да при этом еще при закрытии того же телепара разошел у нас пробой линии тренда, то как бы значимый сигнал разностаёт бара. То есть вероятность остается та же самая, но как бы звездочек мы можем и добавить больше. Соответственно, подним здесь, как видим, зашли достаточно неплохо. Немножко подложить напряжение в боковом канале, но затем хорошенько отрасли. Здесь, в принципе, все. По трендовым линиям все. Их надо просто уметь видеть. Опять же можно просто взять определенный график и попробовать эти линии повышенно попротягивать, попротягивать через весь график и увидеть, что цена, если трендовая линия идет достаточно полома, то есть не резкий склон имеет отношение к нулевой, а достаточно продолжительное время снижается к нему, то есть при этом касаясь каких-то вершин либо панин, то этот уровень может отрабатываться достаточно удобно. то есть может сама эта линия тренда вычислить, а потом шаблон как восходящий, так и шаблон исходящего тренда. То есть здесь мы видим, да, вот наш осколок. Здесь желтый сайдвинг, голубой чуб зон, в принципе, красный наснято, тут не особо беспокоит, нас больше беспокоит разница в ближайших этих барах, да, то есть в третьих барах и барах ему предшествующих. удовлетворяет условия там 15-20 пунктов. То есть здесь у нас покупка. То есть как только сейчас закрылась, все, мы еще раз дополнительно посмотрели, ничего ли мы там из виду не упустили. И открываем стелку. Тони Трейд. То есть модель, опять же, на сайте создателя, честь Тони Холдена. Насколько я знаю, смог узнать. А Тони Холден это крупный, скажем так, телевизионный дети штата. Ну, возможно, какие-то у них дружеские отношения. Чтобы торговать этот шаблон, нужно, опять же, наличие тренда на рынке, установившегося. Необходимо, чтобы CCI ушел против основного тренда, ну, как бы, минимум на четыре бара. То есть пересек нулевую линию и отрисовал нам минимум четыре серых бара. То есть нужно их иметь до девяти. Скажут, что если у нас этих баров девять, то есть девять баров ниже нулевого, то какой-то из них, а точнее шестой, он-то будет уже красным. И, соответственно, показывает уже, а если мы рассматриваем ход как положение восходящего тренда, то цена ушла вниз на девять баров, и там она, конечно же, отрисует на последние три бара, она отрисует красным цветом. Говоря о смене тренда. Сам шаблон он достаточно продуманный. То есть тут все очень просто. Движение CCI против вас, то есть на обратной стороне индикатора, оно не имеет импульса. То есть оно очень слабое, поэтому оно не достигает зону плюс 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 сто. То есть в этой зоне где-то четыре засечки адресовываются, и все. То есть они там есть, они говорят о том, что возможно будет какое-то продолжение тренда восходящего, возможно нисходящего, но что говорит нам о том, что это действительно шаблон тунь трейд. пересечение нулевой, то есть после того, как мы слабили ниже нулевой, на примере восходящего тренда слабили ниже нулевой, потом возвращаемся назад, но у нас не прошло 9 баров, то есть 5-7 баров прошло, и мы видим, что все-таки ни один из них за уровнем плюс сто или минус сто не выше, то есть нет силы, на рынке нет движения, нет заинтересованности, нет покупателей, нет продавцов, то есть не важно что, кого-то нет, мы почему-то движение развернуть в обратную сторону не можем. То есть что мы видим по картинке, то есть здесь мы видим вот тренд был, был, сходился ся из-за зоны плюс сто, вернулся, в принципе здесь была покупочка, вот еще такой сход был, но он прошел на желтый, в принципе здесь можно было чего входить, но при таком достаточно слабеньком, он слабенький, но образованный тренд все равно, можно прочертить линии, трендовые линии, и уже как-то относительно их ориентироваться. То есть мы видим, что здесь у нас отрисовалось раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь баррот, ни один из них не ушел лучше зоны плюс-минус сто, все-таки о многом говорить, скорее всего будет разворот фиксирован, пробой нулевой, пробой нулевой линии. почему сейчас не обращаем внимания на индикатор сайдвидер? Потому что у нас сам уход цены ниже либо там выше для нисходящего тренда он сам уже говорит о том, что на рынке это боковик сходить немножко вверх, сходить немножко вниз здесь мы видим эту ситуацию очень четко отображает сайдвидер красный, желтый, красный, желтый достаточно напряженный здесь. совершается пробой выше ушли все открываем позицию и вот здесь мы видим шикарный просто нисходящий тренд это помнит кажется у нас евро доллар да, кажется так это у нас для нисходящего тренда картинка то есть здесь мы видим что что здесь мы видим что мы сходили в направлении восходящим да, то есть не восходящим а был тренд установлен нисходящий тренд сайд ушел в положительную зону не достиг зоны даже плюс 100 да, то есть где-то в районе зоны плюс 85 находится отрисует нам 4 бара и даже не успевает отрисовать желтый сигнальный бар а совершает обратный пробой нулевой линии и здесь как бы совместно с пробоем линии тренда то есть отрисует линии тренда пробивает нулевую линию достаточно сильные линии сопротивления и это уже нам дает сигнал к обходу в рынок соответственно в данном моменте это будет продажа и далее движение с этой продаж а на этом я сделаю маленький перерыв